Всевышний, субханнаху ва Та'ала, в сурате Аль-Баqara, в 176-м аяте сказал, то есть не является из благочестия, имя существительное, имеется в виду все благое, все, что человека приближает ко Всевышнему Аллаху, не из благочестия, говорит Всевышний Аллах, не из благочестия, это то, что вы направляете свои лика в сторону востока или в сторону запада. Это не является из-за благочестия, говорит Всевышний, субханнаху ва Та'ала. Поэтому Аль-Бирр, когда человек, кто же Бирр, кто же является, что же является благочестием? Когда человек, следующее, что сказал Всевышний Аллах, субханнаху ва Та'ала, в этом аяте, он сможет этому следовать, и эту одежду накинуть на себя, и следовать этому, то он будет из Абрар, из благочестивых людей. Благочестивые люди, Всевышний Аллах, субханнаху ва Та'ала, сказал, поистине Абрар, благочестивые люди будут пить из кубков в раю из напитка кафур, из напитка кафур, из райского напитка. Это когда они зайдут в рай. Поистине дела Абраров, то есть имеется в виду их души, даже если их тела в могиле, их тело может съесть земля, но однако их душа в реестре, так скажем, Аль-Ли-Ин. Аль-Ли-Ин, имеется в виду их талава, есть разногласия по этому вопросу, что касается Аль-Ли-Ин, но чтобы уходить из всех разногласий, имеется в виду из числа тех рабов, которые приближены ко Всевышнему Аллаху, субханнаху ва Та'ала, и они обитатели рая. Там их будут души наслаждаться до суда в днях, и Всевышний Аллах, субханнаху ва Та'ала, побуждает нас в Куране, дабы тех людей, которые молятся, которые постятся, которые поклоняются Всевышнему Аллаху, субханнаху ва Та'ала, дабы желать быть из числа Абраров благочестливых, описывая их дуа, в Куране Всевышний, субханнаху ва Та'ала, говорит, они говорят, وَتَوَفَّنَا مَعَلْ أَبْرَارِ и забери наши души вместе с Абрар, вместе с благочестивыми. После того, как Аллах, субханнаху ва Та'але, не спослал айя до того, как мусульмане молились вначале в сторону Иерусалима Всевышний Аллах не спослал айя направьте свои лика в сторону мечети Аль-Харам в этот момент, когда был молился в Медине в масштабе Кыбил-Атейн 10 сахабов вместе с ним повернулись не спрашивают, для чего посланник Аллаха повернулся если посланник Аллаха это сделал и мы сделаем то, что сделал их называют 10 обрадованных раем при жизни они 10 обрадованы при жизни уже джанна, раем за то, что они сделали то, что сделал посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям другая же некоторая из категорий людей глупцы которые были среди посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям также их Аллах назвал в Куране глупцами Аллах в Куране говорит сказали глупцы из людей что их побудило развернуться от того направления в которое они молились стала ишкаль стала проблема среди людей для чего мусульмане развернулись в сторону Каабы почему они раньше молились в сторону Иерусалима и пошло много диспутов но однако Аллаху принадлежит и восток Аллаху принадлежит и запад Всевышний говорит куда бы вы не направитесь вы найдете лика Всевышнего Аллаха и в этом аяте Всевышний Аллах пояснил хотел пояснить для верующих так как аят касается верующих Всевышний говорит сутью благочестия не является куда вы повернете в сторону запада или в сторону востока несмотря на то что направление кибеля является столпом из столпов молитвы и мы должны искать именно кибелю но однако какой бы великий не был бы столб какой бы великий не был бы именно причина какой бы великий не был бы причиной однако не достигнет уровня сути поклонения то есть поклонение намаза молитва именно не в том заключается чтобы читать в сторону Каабы а в чем же заключается Всевышний Аллах говорит «Однако благочестие и благочестиво то, кто уверил в Аллаха в первую очередь». В Аллаха как в Создателя, как в Илаха, только Ему поклоняется, не предает Ему сотоварищей. Верит в Аллаху, субхану ва-та-Аля, то, что Он дает жизнь, то, что Он забирает жизнь. Верит в Аллаха, то, что Он дает здоровье, то, что Аллах, субхану ва-та-Аля, Ему принадлежит все и к Нему наше возвращение. Он дает ризък, субхану ва-та-Аля. Он предопределяет Всевышний, Субхану Ва Тааля. Остальные вера в ангелы, в Малайка, в судный день, называется именно последний день, последний день, судный день, ученые говорят, потому что похоже на этот день больше не будет. Похоже на судный день не будет другого дня. Когда некоторые из неверующих, в Куране аят приводится, поклялись они Всевышним, Аллахом, неверующим, поклялись Всевышним и сказали, поистине Всевышний не воскрешит тех, кто умер. Умар бнидзар сказал, а мы клянемся Аллахом, Субхану Ва Тааля, то, что Аллах воскресит того, кто умертвит. После этого начал обращаться к Аллаху, изыская рахма, милость Аллаха, Субхану Ва Тааля. И начал говорить, о Аллах, эти говорят, что они не верят в судный день, в воскрешение судного дня. Мы верим, как же будет положение их и наше, будет ли отличаться, тем самым хочет получить милость Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля, по отношению к себе. Их количество известно только Аллаху, Субхану Ва Тааля, Всевышний, Субхану Ва Тааля. Сказал, знает войско Аллаха, только Аллах, количество. Но, однако, есть ангелы, которые мы знаем. Хамалат уль-Арш, те, кто несут трон Аллаху, Субхану Ва Тааля. И те, кто делают таваф вокруг трона Аллаху, Субхану Ва Тааля. Это отдельные ангелы. Кирамун, Катибин, песцы, которые записывают хорошие и плохие дела. Которые каждый день в небесной Каабе, 70 тысяч ангелов молятся. На следующий день новые 70 тысяч ангелов молятся. И так каждый день. Основные саддаты уль-Малайка, основные главные ангелы Джибраил, Микал, Малик-Аль-Маут и Исрафил. Джибраил, Аллах, Субхану Ва Тааля, ему повелел доносить вахи и откровения от Всевышнего Аллаха до посланников. Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, упомянул их в Коране. Джибраил, Микаил, Аллахи Салам, который ответственен за природу, за дожди и так далее. Ангел смерти Всевышний, Субхану Ва Тааля, говорит, вас умертвит, заберет в ваши души ангел смерти. И Исрафил, тот, кто будет дуть в горн, два раза Всевышний, Субхану Ва Тааля, когда он будет дуть в горн, два раза, когда наступит судный день и когда будет Яум Аль-Ба'ф, когда все люди воскреснут из своих могил. Валь-Китаб, вера в книге, имеется в виду, в первую очередь, в Коран, и также в те книги, которые Аллах, Субхану Ва Тааля, упомянул, не способны пророку Дауду, Аллахи Салам, Забур, Псалтире, пророку Мусе, Аллахи Салам, Тавра, Иса, Аллахи Салам, Инджиль, и пророку Мухаммаду, Саллаху, Аллахи Салам, ранее, и также приходит с новым шариатом именно книга, единственная, которая неискажена и не будет искажена до судного дня. Всевышний, Субхану Ва Тааля, сказал, «Инна нахну наззельна дзикрава, инна лагу ла хафизун». Поистине, мы неспоставили напоминание, и мы будем его оберегать до судного дня. Ваннабийин, вера в пророков. Первый пророк, как пророк, это Адам, первый из посланников, Нуха, заключительный пророк, Мухаммад, Саллаху, Аллахи Салам. Есть отдельная категория, «Улюль-Азми минар-Русуль», как Всевышний сказал, «Фаил-Ахкаф, фасбир кама сабара, Улюль-Азми минар-Русуль», проявляя терпение, как проявляли, «Улюль-Азми обладательные решимости из посланников, Нуха, Аллахи Салам, Ибрахим, Муса, Иса, Мухаммад, Саллаху, Аллахи Салам». Точное количество есть ихтилев, среди ученых, некоторые ученые говорят, что их более 300 тысяч было пророков, но Аллаху, Субхану Ва Тааля, ведомо это. Если посмотреть эти, веру в эти вещи, это что? Похоже на хадис Джибраил, когда пришел к ним, Джибраил сказал, «Я, Мухаммад, хадисни аниль иман». Пророк Мухаммад, расскажи мне, что такое иман. И эти вещи он перечислил. Также он сказал, «Кадр, вера в предопределение». Но в аяте не указано, ученые говорят, вера в предопределение, также входит в веру, в книгу, в Куран, и в Куране об этом говорится. Эти амали, эти дела, дела сердец. После этого, Севишн Аллах, Субхану Ва Тааля, рассказывает, кто же является благочестивым. Те, кто делает другие дела своими джаварих, своим телом. И это маль, дает и зарасходует из имущества. И это маль, дает и свое имущество, своим родственникам, помогает, ятимам, сиротам. Мискинам, бедным, нуждающимся. Ибн Сабиль, путникам. Ас-Саилин, те, кто у него просит, пришли к нему с просьбой, если он нуждается, истинно. И на выкуп раба. Вот этих Всевышний, Аллах, Субхану Ва Тааля, это из дела, из действия нашего тела. Из действия нашего тела. Поэтому Аллах, Субхану Ва Тааля, начал поочередно, вначале нужно помогать родственникам, потом ятаме, после этого сиротам. Пророк Мухаммад, салаллаху алейсалям, упомянут сиротой в Куране, Всевышний, Субхану Ва Тааля, говорит, не застал ли он тебя сиротой и сам тебя воспитал. Имам Шауки, рахмурллах, сказал, Ты упомянут, он Мухаммад, в Куране, как сирота из-за чести от Аллаха по отношению к тебе. И как же дорог тот жемчуг, который скрывается в глубине сироты. Имеется в виду самое дорогое, оно где-то скрывается в глубине, жемчуг, чтобы его достать, он в глубине скрывается. Также ту награду, которую человек берет, если погладит его по голове, прощает Аллах Субхану Ва Тааля этому человеку грехи, если погладит сироту по голове. А если будет его содержать, порок Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Я и тот, кто следит за сиротой, со мной будет на таком расстоянии в раю. И указал на указательный и на средний палец, сказал постальник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После этого Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля упомянул два великих рукнейн мин аркан или ислам, два великих столпа из столпа ислама. Выстаивал молитву и выдавал, выплачивал закат. Обязательный закат. После смерти, раньше было это одним целым, намаз и закат. После смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, фарракал аль-му'минун бейнахума, фалам юкбал Абу Бакар, раздаллаху ану сани'ху, ау фи'лю, ау каулях. После смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мусульмане разделили и Аллаху ану не принял это, ни их действия, ни их слова. После этого Всевышний, Аллаху субхану ате'аля, говорит кто же благочестивые люди, приближенные к Аллаху субхану ате'аля, это те, которые, если что-то обещали, выполняют свои обещания. Ислам воспитывает великий нрав в человеке. Ислам — это не только намаз, это не только закат. Воспитывая великий нрав в человеке, если обещал, то выполняет свои обещания. Ученые говорят, именно от мягкости Аллаха субхану ате'аля по отношению к своему рабу. То, что здесь Всевышний сказал, если обещали, если обещали. Имеется в виду, если ты в себе знаешь, что ты не сможешь то или иное выполнить, то ты не обещай, ты не обязан обещать. Но если обещал, то ты обязан выполнить свое обещание. Быть на договоренностях, стоять на том, что ты обещал. Пророк Мухаммад салаллаху алейхиму ассалям сказал, верующий на своих договоренностях. Мужчина не может отказаться от своего слова, верующий не может отказаться от своего слова. То, что он обещал, он должен выполнять. И после этого Всевышний, Аллах субхану ате'аля, сказал, и те, кто проявляет терпение. И в чем проявляет терпение? Три положения Всевышний. Аллах субхану ате'аля сказал. Это когда у человека есть испытания финансового характера. Постоянные. Постоянная нищета, постоянная нехватка финансов. Второе. У человека, когда проблемы со здоровьем, постоянные. Это не та болезнь температуры, прошла постоянная хроническая тяжелая болезнь. И третье. Хейн аль-бас. Во время военных действий. Во время войны. Посмотрите, как пришел Кур'ан. Постепенно. Ведь проявлять терпение в финансовых вопросах легче, чем терпеть на постоянную тяжелую болезнь. Проявление терпения в постоянной тяжелой болезни легче, чем терпеть во время войны. Поэтому это не о тех людях, у которых, например, сегодня есть деньги, завтра их нету, потом опять появились. С каждым из нас это бывает. И с каждым из нас болеет, потом выздоровляет. Но имеется в виду фи, то есть в постоянных проблемах финансовых, нужде, постоянные хронические болезни. Но касательно войны, Аллах не сказал постоянно. А когда идет война? Потому что война, она начинается, а потом через какое-то время проходит. Непостоянная. И вот эти вот, Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал, кто проявляет терпение, и все выше упомянуто, что в этом аяте сказано, Всевышний дает им оценку. От Господа миров оценка УЛАИКА ЛЛАЗИНА САДАКУ ВА УЛАИКА ХУМУЛ МУТТАКУН УЛАИКА ИСМУЛ ИШАРА ЛИЛ БАИД УЛАИКА это указательное место имения над далекое расстояние. Те. Почему те, а не эти, НИХАУЛА? Потому что, чтобы достичь такого и выполнять, и действовать, это человек великого достигает. Достигает великих высот. И Аллах, Субхану, он говорит, те, то есть они возвышены, ЛЛАЗИНА САДАКУ, которые правдивые, УЛАИКА ХУМУЛ МУТТАКУН И те, у кого есть эти качества, они богобоязненные. Поэтому правдивость, она похожа на благочестие. Есть параллель с благочестием. В хадисе пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Вассалям, сказал, ИННА СИДКА ЯХДИ ИЛАЛ БИРРИ, ИННА ЛБИРРА ЯХДИ ИЛАЛ Джанна. Поистине, правдивость ведет человека к благочестию, а благочестие ведет человека в рай. И поистине, раб Аллаха будет говорить правду до тех пор, пока не будет записан у Аллаха как правдивый. Как правдивый. А правдивость, уважаемые братья, это правдивость, это второй уровень после пророчества. Всевышний сказал в суре Танниса, ТОК 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 ПОДЧИНАЕТСЯ Аллаху ИПОСТАННИКУ. Поистине, Те, они вместе с теми, кому Аллах проявил свою милость. МИНА НАБИИН из пророков ВАСИДДИКИН. Второе, что? Из правдивых. ВАСЩУХАДА. Третье, шахидов ВАССАЛИХИН. И праведников. ВАХАСУНА УЛАИКЕ РАФИКА. И как прекрасно это соседничество. Они будут вместе с ними в Джанна и вместе с ними в Барзахе и духом в этой жизни вместе с этими людьми. Как прекрасно это соседничество. Просим Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та Аля, чтобы мы с вами были из числа правдивых, чтобы мы были с вами из числа благочестивых, чтобы поклонялись Аллаху Субхану Ва Та Аля должным образом. Этот аят обучает нас с вами, уважаемые братья и сестры, чтобы мы на основное делали основной акцент. Иногда бывает человек что-то, например, хотел делать благое дело и потом, например, пришел в мечеть, хотел помолиться, с одним братом поспорил около мечети, начал ругаться, драться, все, он на второстепенном, на какое-то разногласие по суне так делать или по суне так делать, у них еще второстепенный вопрос, они обратили на это внимание и потеряли основу того, ради чего они хотели посетить мечеть Дом Аллаха Субхану Ва Та Аля. Часто братья, часто люди придают значение второстепенному ни, но основе сути не дают значения. Этот аят нас обучает с вами, дабы мы весь основной акцент направляли на суть, именно суть благочестия это в следующем, а не в том, где находится Кыбла, на востоке или на западе, ведь Аллаху пронежит и восток, и запад.